здравствуйте здравствуйте друзья мои так на мастерской у сегодня у меня поэтому сегодня я позвонил судебным приставам кумена и говорит заедешь чек нам покажешь копию привезешь и свободен дело говорит пока на тебя не поступило судебным приставам у нас какая проблема я поседовал то масло здесь бежит по идее маслонасос вот он отверстие и вот эта штука прилегает к шине вот эта резиночка и из-за этой отверстие попадают отверстие в шине и должна распрыскиваться у нас бежит поэтому не ролик скинули говорит там масло бачок вставляется шланчик где пропускают из-за этого по корпусу бежит вот покажи и у меня не знаю там видно не видно постараюсь внутри я посмотрел действительно внутри корпуса все в масле сейчас мы эту пилу разберем с вами загерметим это отверстие все и у нас проблема это исчезнет хотя не факт погнали разбирать у меня проблема была еле вот такую штуку нашел это отвертка у меня электрическая и вот там есть глубокие глубокие места вот еле я доложу а так у меня такого нету отчителя между прочим у меня есть вот такая штука в гараже сейчас смотрел там торс по ми побольше чуть-чуть здесь у нас 125 т25 до торс написано что мы сейчас делаем у нас наклеечка во первых я хоть мог мог конечно снять ее феном ну и он нафиг она виде посредине это идет сейчас попытаюсь ее доктор или вот сюда покажи чтобы рукой я специально сделал не закрывать я и разрежу на две части вот сейчас она у нас раза рвется наверно может нет ладно давайте попробуем сейчас я раскручу вот эти все болты и мы начнем половинить пилу сначала ручку сниму потому что мне будет ручку ручку на знать бы как она снимается здесь заглушки нету а она может так выдираться наверно когда давайте попробуем так третью скорость сразу же поставим самую мощную все правильно опанька так нет она изнутри значит изнутри прикручена это с одной стороны плохо с другой не очень так все откручиваю раз два три 4 5 6 и двигатель останется на этой стороне вот эту сторону с ними с вами это я не буду откручивать там и бак-бот и все сейчас я эти все болты откручу и продолжим еще на запомните ручка какие куда ушли здесь был длинный она и сейчас уложу поэтому здесь короткие идут болты покажи он лишь они все в масле значит внутри корпуса все бежит все-таки болты ребята все в масле одной длины пока все болтики у нас тарелочка магнитная вещь так осталось не знает это надо думаешь думаете наверно давай один открутим посмотрим дайте тоже надо ну что не вижу держат нифига не длиной тоже здесь держит вот эти сюда идут 2 и в принципе у нас все ручка останется шип этот цепь улавливатель сейчас мы я думаю эту проблему решим это я не буду трогать ничего это мы снимем должно остаться теоретически здесь все болты маленькие идут ну и на ручке осталось два болтика так половине есть половинница это понял с этой стороны покажи говорят убежит вот в этой старой вот здесь или не показывать где да вот здесь это место пропускают сейчас я здесь это все уберу арене деревья все в масле она же не могла с шины сбежать просто взять и внутрь побежать сейчас мы вам искать причину откуда это бежит хотя это может по бачку и суда бежать но мне кажется вот это отсюда все таки бежит как думаешь или это вот у них а нет смотри здесь сухо хотя фиг знает кто что думает мариня какой двигатель бесщеточный сам крутится на этом и охлаждает себе все блин я думал здесь смотри не здесь бежит не думаешь нет прокладка она чё тут нормально держит сейчас разбираться что здесь бежит все-таки мне кажется друзьям и вот отсюда это все бежит сейчас что я делаю достойку шланчик это фильтр еще у нас об с фильтром дальше что мы делаем здесь все я обезжириваю масло сейчас сливаю с этого здесь герметиком мажем вот это внутри все и вставляем обратно и даем засохнуть сейчас я масло солью здесь все обезжирим полностью сдается мне друзья мои что вот здесь из-под резинки больше некуда я все просмотрел все шланги сухие все чутенько а вот в этом месте легко может и потому что все внутри в поддоне и у нас вторая часть смотрения все в масле это точно не и у нас как подается масло до отсюда берется на насос и насос уже шланг вверх подает так что тут если ничего не бежит эта система то герметично а клапан у нас воздуха стоит сейчас пока покажу так перелил вот он стоит у нас воздушник где сбрасывает здесь тоже внутри все сухо все сливая масло и будем сейчас мы это все клеить обезжиривать почистили ту сторону эту сторону сейчас я сама герметика забиваю самое сложное буду это обратно все надеть когда герметик будет все здесь промыл все эти бочки отмыл все замечательно сейчас намажу и будем мы натягивать это все обратно масло от кого-то берется я все покажу здесь забью герметиком так я ничего не вижу здесь зубом там лучше сыграй тут у меня тут все закрыла все это мы все убрали сейчас я буду размазывать руками главное это кольцо промазать уайт узнаешь что юнище тут герметик старый я намазал по ходу вот 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 все сейчас я буду бачок надевать это самое сложное все герметиком замазали везде визит шланг если вам видно собираем ну и жду я наверно сутки все это высохнет потом масло залью и бом проверять вот такой ремонт у нас пилы все собрали больше я не знаю где тут еще бежит но если побежит дальше вам движок снимать на смотреть тогда здесь пока все я не знаю больше чудо так это выглядит все забрали сейчас на ждать когда герметик подсохнет потом ставлю крышечку с клапаном заливаем работаем если опять бежит то значит надо разбирать движок вот здесь снимать три болта и смотреть масло насос может шланчики там где-то пропускают на штуцерах а здесь даже вот здесь герметик видно что вылез подождем сутки все в принципе вот такой ремонт пилы был не знаю эффективно не эффективно но у того мужика который осмотрел в интернете у него резинка вот они плотно было посажен закошен у нас вроде нормально но все же тут все пропускал на такая пила расскажу потом после использования как использование завтра масло мы зальем поставим посмотрим будет не будет бежать оружие на бот пока все видите результатов по скрипту кто-то говорит ложи на этот бок ложи на этот бок объясняю принцип друзьям юля покажи там фильтр фильтр стоит но не знаю увидит увидит не увидит камера вот там внутри фильтр на пальцах сейчас объясню что да как он работает и так объясняю если вы ложите вот на эту сторону пилу как они говорят как раз фильтр снизу бачка пойдет по шву на если этот шов пропускает то масло пойдет вниз дальше если говорит на эту сторону ложь и здесь у нас стоит клапан вот он стоит клапан который воздух пропускает клапан идет через вот эту штучку здесь через щелку заходит сюда если вы на сторону крышки положите все масло побежит у вас вот через этот клапан понимаете да и наверное логичнее ложить вот так потому что сейчас пропускать не будет она ну я заклеил резинку а если у вас пропускают именно по резинке то что вы так ложьте что так она в любом случае побежит если у вас ничего не пропускает она бежать никак не будет здесь шланчики сами видели заходит сначала маслонасос потом шланг уходит вверх и через верх уже идет на шину все если сейчас где-то будут пропускать только на маслонасосе в стыках штуцеров а какой стороной класть будете это не имеет вообще значения так и так будет бежать если у вас пропускать ну через клапан она точно побежит вот так у вас или она в любом случае побежит потому что с той стороны штуцер с мостовым фильтром вот такие дела все на этом пока все спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...